Партнеры, я очень рада приветствовать вас от лица авиакомпании Галфер и очень рада также, что наш уважаемый партнер, туроператор Fun&Sun предоставил нам площадку и мы организовали этот небольшой вебинар. Я по организации немножко скажу вам сразу. Мы начнем презентацию. Прошу вас делать пометки, если нужно, слушать внимательно. В конце будет сессия небольшая вопросов и ответов, на которые вы сможете выиграть приятные сувениры от авиакомпании Галфер. Также активно жду вашей реакции в чате. Если что-то нравится, огонек. Если не нравится, наоборот, пишите, что не так. И задавайте свои вопросы. Во время презентации я постараюсь на них ответить. Итак, мы начинаем. Хочу представиться кратко. Меня зовут Ольга Чернявская. И я менеджер по продажам и маркетингу авиакомпании Галфер в России. Авиакомпания Галфер представлена здесь генеральным агентом Discover. И офис Discover открыт. Если нужно получить консультацию по телефону или по электронной почте, или лично, это все возможно. Итак, авиакомпания Галфер – это один из старейших перевозчиков региона Персидского залива. И в небе мы уже более 70 лет. В 2000 году отпраздновались 70-летия. Но это не значит, что мы летаем на старых самолетах. У нас флот достаточно молодой. Средний возраст самолетов 6 лет с небольшим. И вот мы практически обновили состав флота. Теперь у нас новейшие аэробусы NIO летают и Dreamliner Boeing. Мы являемся также титульным спонсором «Формулы-1». Это знаковое событие проходит каждый год в Бахрейне, гран-при Бахрейна. Обычно в марте, примерно в даты с 18 по 20. И наша трасса в Манаме сертифицирована для вечерних и ночных гонок. И обычно последний этап гонок проходит вечером. И там соревнуются самые асы, которые уже прошли все отборочные туры. Соответственно, все это сопровождается праздничной иллюминацией. Очень зрелищно. Рекомендую туристам советовать побывать на этом мероприятии. В общем, это трасса гордость бахрейнцев. И, собственно, Галфер с 2004 года помогает туристам добраться в Манаму и посмотреть не только достопримечательности города, но и поучаствовать в таком знаковом событии. Там же есть и картинг, и туристы имеют возможность попробовать себя в роли пилота. Но я рекомендую всегда делать это либо утром, либо уже после трех вечера, когда уже жара спадает. У нас также проходит в Манаме авиаэр-шоу. Это Bahrain International Air Show. С 2010 года Галфер является также официальным перевозчиком на это мероприятие. Миссия нашей компании, ну, конечно, Галфер является предпочтительным работодателем в своей стране. Bahrain вообще небольшое совсем королевство. Это архипелаг из 33 островов и самый большой остров всего 50 километров в длину. Несмотря на размеры, государство, царство наше очень гостеприимное. Островитяне отличаются очень открытым, добрым менталитетом, очень веротерпимы. И если вот мы возьмем, скажем, все население Bahrain, то большая часть – это приезжие экспаты. Bahrainцев всего 700 тысяч. Так что Bahrain еще и славится тем, что принимает бизнес достаточно хорошо организован и предоставляет все возможности для развития бизнеса. Также Bahrain считается в своем регионе, как вот Швейцария в Европе, банковской страной. И саудиты, например, свои капиталы предпочитают хранить именно в бахрейнских банках. Мы также развиваем, конечно, коммерческий устойчивый бизнес, поддерживаем экономику королевства Bahrain и отличает вообще народ, сам бахрейнцев. И эту традицию мы продолжаем в своей авиакомпании. Это добросовестность и очень высокий уровень социальной ответственности. Что еще могу сказать? Вообще, вот я буквально на днях вернулась из командировки в Bahrain. Люди очень счастливые. И эта аура распространяется на все буквально. То есть туристы это чувствуют, и положительные отношения, и очень приятно. Если какие-то затруднения возникают, то бахрейнцы подходят, спрашивают, не нужна ли помощь, показывают дорогу с удовольствием, рекомендуют что-то. В общем, наш маленький островной народ с радостью принимает гостей. Немножко фактов о авиакомпании. Год основания 1950-й. У нас сотрудников порядка 2800. Направление все увеличивается и увеличивается. Сейчас в июне мы запустили ряд европейских еще направлений. Помимо традиционных направлений, таких как Лондон, Франкфурт, Париж, появились маршрутные сети Манчестер, появились также греческие у нас острова, Санториния и Миконос. У нас появился Рим. Рим, к сожалению, с Москвой не стыкуется день в день с нашими рейсами, но у нас есть программа стоп-овера за счет перевозчика. Я о ней расскажу немного попозже. Так, между Катаром, транспортом, трансфером, насколько удобно реально организовать. Но у нас исторические отношения с Катаром не очень. У нас хороший путь в Саудовскую Аравию, но вот с Катаром не могу сказать, не располагают информации, можно ли наземно как-то добраться. До Саудитов у нас есть мост, который соединяет остров с Саудовской Аравией, и туристы оттуда часто приезжают, ну, соответственно, проводить, например, долгие выходные в Бахрейне и так далее. С Катаром напряжение сохраняется, к сожалению, между странами, и там был спор по территориальным вопросам. Так что не буду сейчас говорить о том, чего не знаю, к сожалению, но надо будет этот вопрос посмотреть, как сейчас вообще добраться из Бахрейна в Катар. И, может быть, в интернете и на официальных каких-то источниках найдется информация. Так что прошу прощения, сейчас не смогу ответить на этот вопрос. Знаю только, что, грубо говоря, даже в маршрутной сети у нас Катары нет. Вернемся немножко к нашим дальше фактам. Флот уже состоит из 33 самолетов, про них я тоже расскажу подальше. А также у нас имеется три собственных зала ожидания для путешественников бизнес-класса. Это в самой Манаме в Бахрейне, в Лондоне и в Дубае. А также 33 контрактных зала ожидания. Соответственно, наши бизнес-путешественники могут по всей маршрутной сети, куда мы летаем, пользоваться контрактными также залами ожидания. Мильная программа своя имеется, но мы не состоим ни в одном альянсе. Мильки можно с Этихадом совместно накапливать и с Эркенатой. Новый терминал в аэропорту Манамы был введен в январе прошлого года. Сама все попробовала, увидела, пофотографировала. В терминале, в транзитной зоне есть отель. В случае каких-то непредвиденных обстоятельств пассажиров размещают именно там. И терминал гораздо больше предшественника своего в четыре раза. Он фактически один, это аэропорт Бахрейн международный, так он называется в Манаме. И рассчитан он на прием более 14 миллионов пассажиров в год. Сейчас покажу, как он выглядит. Тут наши девушки в красивой униформе. Кстати, вот этот цвет бирюзовый, да, он как бы символизирует и небо над Бахрейном, и цвет воды и прибрежных вод. Бахрейн – это вообще два моря. Дело в том, что страна была известна с древних времен. И уже более трех тысяч лет Бахрейн считается таким важным транзитным пунктом. В самой прибрежной как бы зоне, да, бьют пресные ключи. И в свое время, в древности, корабли могли даже не заходить в порт, а пополнять все запасы пресной воды именно на рейде. Вот такая вот интересная особенность страны. Но ключи сейчас сохранились еще несколько, но не в том объеме, как было, конечно, в древности. Все меняется. Да, важный хороший вопрос. По каким дням Голфер летает в Россию и из России? Мы летаем ежедневно, кроме вторника и воскресенья. Буквально 10 июня перешли на 5 частот. До этого три раза в неделю летали. Ну и надеемся, что в дальнейшем когда-то будут и ежедневные рейсы. Так, кто присоединился, добрый день. Немножко о новом терминале. Достаточно просторный. Имеется 108 стойк регистрации, 24 стойки паспортного контроля и 28 линий контроля безопасности. На борту кормят. Мы компания полного цикла. То есть, если это утренние рейсы, покормят завтраком и нальют. И выпить нальют. Вот. Ну и, соответственно, в бизнес-классе тоже питание на выбор предлагается. В экономе два блюда на выбор. Так что все хорошо. И все наши тарифы включают бесплатный провоз определенной нормы багажа. В эконом-классе это 23 килограмма вместо багажа. А в бизнесе по 32 килограмма. Два места багажа. Ну, у нас разные тарифы эконома. Есть тарифная группа. Я об этом также вам расскажу. У терминала есть обширная парковка. Ну, соответственно, 24 выхода на посадку. У нас некоторые стыковки международные предполагают 40-45 минут на пересадку. Часто меня агенты спрашивают. Пассажиры волнуются. Успеют ли они пересесть. Вот два раза уже в Бахре не была. Сама проверила. Успеют. Гейты расположены компактно достаточно. Большая часть из них снабжена телетрапом. То есть сразу идешь в самолет. А есть также несколько выходов на первом этаже. Там везут пассажиров на внешнюю стоянку. Но это все равно занимает не так много времени. То есть все более-менее успевают, если не случается каких-то погодных задержек и так далее. Да, чай, кофе в любом случае. А в бизнес-классе нальют. Также перед полетом предложат попробовать арабский зеленый кофе. Из очень красивого наливают такого кувшинчика традиционного бахрейнского. Но и алкоголь у нас тоже есть и в экономии, и в бизнес-классе. Да. Бахрейнцы не только веротерпимы, но и на территории страны есть определенные точки, алкогольные магазины, где можно как бы приобрести алкоголь. Тьюти-фри также продается и можно как бы ввозить. И, соответственно, в ресторанах тоже подается все. В отеле, если нужно, все как бы есть. Это для наших туристов, наверное, тоже важный момент. Так выглядят зоны у нас регистрации. Вот сейчас указочку нажму. Это премиальный чекин, это бизнес-класс и эконом-класс. Наша концепция предполагает два класса обслуживания. Бизнес-класс у нас называется Falcon World. И эконом-класс, обычный эконом. Но вообще компания наша разработала концепцию сервиса а-ля бутик, для того, чтобы пассажиры чувствовали себя действительно комфортно. И тут не только пространство, например, в самолете, там шаг-кресел и так далее играет роль, но и аспекты сервиса. Наш новый бизнес-сал выглядит таким образом. Что хотела еще упомянуть, для семьи с детьми, например, важно, там есть также детская комната. Детская комната есть и в аэропорту, определенные зоны, не только те места, где, например, мать может перепеленать младенца, поменять фантерс, но реально как бы площадки для детей, где они могут немножко перезагрузиться между пересадкой, во время пересадки на следующий рейс. И, соответственно, в бизнес-зале тоже есть детская комната, а для подростков имеется игровая приставка, так что родители смогут немножко передохнуть. По стоимости зала, ну, в билеты бизнес-класса, как вы понимаете, стоимость входит уже, и там можно провести время уже, показав свой посадочный, так 35 бахаринских динаров на 4 часа. Но я пересчитывала в евро, это порядка 70 евро, валюта сильная. Вот, так что, в принципе, вот такая стоимость. Можно докупить с любого тарифа через колл-центр. Вот, но сейчас пока что у нас на сайте российские карты не работают, к сожалению. Но и с колл-центром тоже самое происходит. То есть, оплаты иностранные кредитки принимаются. Однако в нашем офисе генагента можно оплатить и кредитной картой, и наличными, и по счету. Вот. Вы знаете, я тоже смотрела с этой точки зрения, когда была в командировках двух по поводу бюджетных, небюджетных туристов. Чем хорош бахаринь? Тем, что там не только лакшери-сегмент силен. То есть, пятизвездочников там, конечно, достаточно. Но есть и хорошие крепкие отели по 3-4 звезды. Ну, я вот лично побывала в отеле Альдана. Там есть небольшой свой пляж. Очень удобно с детьми, комфортно. Вот. И, соответственно, и цены, конечно, ценник другой уже, не пятизвездочный. Так что, в принципе, ваш туроператор Fun&Sun всегда подскажет, какую категорию выбрать. И в Ахрене, поверьте мне, есть и бюджетные варианты отдыха. Так, вопрос хороший. Как и многие страны нефтяного крана, но это и стоит того. Вы знаете, вот что я попробовала, да, я имела возможность тоже покупаться в море, да. И там вода проточная, не стоячая вода везде. То есть, свеженько все, и пляжи чистые. Есть пляжи при гостиницах, есть пляжи, которые общественные, но там за определенную денежку можно взять шезлонг, там полотенце. Зонтики тоже установлены. Ну, там от четырех динаров начинается это. Так что, в принципе, вот сейчас как бы курс тоже и доллара, и евро стал гораздо ниже. В пересчете на рубли это уже вполне себе приемлемые цены. По поводу нефти я еще хотела вам рассказать. Все думают, да, типа нефтяная страна. Бахрейн – это первая страна, которая вообще нашла нефть среди стран Пирсидского залива. С помощью английских инженеров действительно была обнаружена в свое время нефть. Но, вы знаете, сейчас на данный момент это не главный как бы фактор экономики. Всего 17 процентов экономики Бахрейна составляет нефтедобыча. Банковский сектор занимает львиную долю. Да, жемчуг, да, жемчуг традиционно вылавливали и продолжают вылавливать. В свое время их чуть не разорили. Японцы когда придумали технологию выращивания уже искусственного жемчуга, да. Но, тем не менее, королева, мать, носит бахрейнский жемчуг. И даже существует министерство жемчуга. Существуют для туристов определенные экскурсии. Ну, когда глубоко как бы не ныряешь, да, там сертификаты же дайверов требуются и так далее. Ну, можно такие зернышки набрать. Все равно приятно, интересно привезти. Можно вывозить жемчуг, можно в любом количестве из бахрейна. Ну, и одно из таких серьезных преступлений в бахрейне – это попытка сбыть искусственный фальшивый жемчуг, считается. Ну, а самое страшное преступление – это, конечно, оскорбление его величества короля бахрейна. Вот, а на втором месте – вот попытки сбыть фальшивый жемчуг. Так что вот так. Ну, и, соответственно, есть определенные магазины, которые специализируются на торговле изделиями из жемчуга. А если ехать в серьезную такую экскурсию с глубоководным дайвингом, да, и если повезет и вытащишь солидную жемчужину, то тут же такого туриста везут получать сертификат на нее в Министерство жемчуга. Вот так вот, интересно, живут бахрейнцы. И, конечно, сопровождается это все лучезарными жемчужными улыбками. Народ действительно вот очень такой приветливый. Мне было там комфортно, несмотря на то, что, ну, там меня часто спрашивают, как вот женщина себя чувствует. В принципе, все нормально, никаких вопросов даже, ну, по форме одежды, да, вот я наблюдала, например, англичанки, они очень любят там мини открытые декольте и так далее. Единственное, что, ну, если там куда-то ехать в общественные места, могут попросить прикрыться там просто нейтральной обычной летней одежды в шоппинг-молл и так далее. В шортах, ну, не совсем которые, как трусы, да, но нормальных шортах тоже можно. Так что с этим делом все хорошо у бахрейнцев. Давайте расскажу вот про расписание. Был вопрос, я уже сказала, что пять раз в неделю мы сейчас летаем. Понедельник и среда – это утренний вылет из Москвы в 8.50 и в 15.05 прибытие в Бахрейн. А если из Бахрейна в эти дни вылетать, то есть ночной, в час 35 вылет и в 8 утра прибытие в Москву, ну, в общем-то, не теряется рабочий день. По комфорту на борту отдохнуть вполне можно и в эконом-классе. Шаг кресел у нас даже в экономе 81 сантиметр с небольшим. Я сама летела, у меня метр семьдесят восемь восемь рос, колени мои чувствовали себя прекрасно. И даже не надо было месту прохода просить, как обычно я делаю, когда летаю. Ну, в общем, и хорошо двигается подголовник. Можно отрегулировать так, что уже не нужна как бы вот какая-то дополнительная опора или подушечка. Все очень мне понравилось и рекомендую вам также и вашим пассажирам. Четверг, пятница, суббота у нас вылеты после обеда в 16.10 и прибытие вечернее 22.25. И тут вот уловится как раз разлетка по таким направлениям, когда в ночь летишь и утром прибываешь. Это Мале, например, Коломбо, Бангкок и тому подобные направления, также любимые нашими туристами. А из Бахрейна в Домодедово в 9 утра вылет по четвергам, пятницам, субботам и прилет сюда в 15.25. А раньше время в полете было 5 часов, сейчас где-то 6 с небольшим, плюс-минус, из-за того, что новый полетный коридор у нас, облетаем опасные зоны. Но вот когда летела последний раз, прибыли на 45 минут раньше в Манаму из Москвы, то есть раз на раз не приходится. Обычно все-таки в расписании заложено время немножко побольше. Но и стараемся, конечно, пунктуальными быть. Коломбо-Шри-Ланка у нас летает с промежуточной остановкой в Мале. Соответственно, тоже вылеты стыкуются с нашими рейсами из Москвы. Презентация у вас будет доступна. Я думаю, я не буду акцентировать внимание сильно на расписании. Но, собственно, сейчас не так много вариантов туда лететь. В принципе, даже промежуточная посадка, вот этот дополнительный час, не останавливает пассажиров. У нас достаточно востребованное направление Шри-Ланка. Так что милости просим. Ну и что самое удобное, что вылетаешь как бы уже из Манамы в ночь, и не теряется уже день отдыха. Прилетаешь утром, и уже можно бежать на море или в бассейн, и спокойно начинать расслабляться. Дубай. Не забывайте также о нашей компании, потому что часто сейчас в период такого повышенного спроса, несмотря на жару и так далее, не хватает мест на прямых рейсах наших уважаемых конкурентов. Но через Манаму можно комфортно добраться с пересадкой. У нас до 7 рейсов в день в Дубай из Манамы, то есть всегда подберем определенные места и стыковки удобные. И, соответственно, по ценам, поскольку рейс с пересадкой, он будет стоить дешевле, чем прямой. Имейте это тоже в виду. И, в принципе, все наши тарифы предполагают возможности стоп-овера до 6 даже дней. Так что можно комбинировать путешествия. Например, летит пассажир в моле, ему можно как бы предложить шоппинг в Бахрейне сделать. Сейчас как раз скидки, сезон идет июнь-июль, скидок в шоппинг-моллах. И, соответственно, на 2-3 дня остаться. По правилам въезда в Бахрейн все как до пандемии. Все ковидные ограничения сняты. Никаких карантинов для привитых, непривитых, для детей ничего не нужно. А визу делать очень просто. Она делается по прилете. Стоит 5 динаров, или это порядка 14 долларов США. Оплата принимается в стране, и за визу платить надо уже в местной валюте, в динарах. Но там перед паспортным контролем есть несколько обменников. То есть сразу можно поменять. Спрашивали меня тоже, UnionPay есть или нет. Есть. Они в свое время принимали китайских туристов до пандемии. И в ряде точек, в ряде банков есть банкоматы, которые с этих карт позволяют снять денежку. Ну и оплата принимается в UnionPay тоже в магазинах. Что касается еще излюбленных направлений. Так, списание в Мале. То же самое. Прибытие, например, из Москвы уже с утра. И таким образом турист может долететь на гидросамолете или добраться на яхте-катере до нужного острова и уже не терять как бы полдня и спокойно уже чилить на своем острове. И обратно вылет получается вечерний. Из Мале вылет в 19.00 по вторникам и воскресеньям. И в 22.10 прибытие в Мале. Пересадка комфортная на наш ночной рейс. В час 35 он улетает. И в 8 утра уже в Москве. Касаемо стоп-овера за счет перевозчика. Например, есть такие направления. Я уже упомянула Рим или Афины у нас не так хорошо стыкуются. Но Греция и вообще Европа сейчас востребована. Но если стыковки никакой альтернативной у Голфер нет. И время стыковочное между семью и 24 часами, то при условии, что тариф составляет где-то 450 долларов, включая топливный сбор перевозчика, соответственно, можно заказать у генагента эту услугу. Стоп-овер за счет перевозчика туда входит размещение в отеле и виза. Если отель в городе, то виза тоже предоставляется такому туристу. А если захочет турист по своей инициативе, например, заказать стоп-овер на 3-4 дня в Манаме, посмотреть страну, половить жемчуг, походить, пошопиться в шопинг-молах, то это можно включать в билет, но тогда ему уже самостоятельно надо будет сделать визу или воспользоваться услугами принимающей компании, с которыми сотрудничает, например, туроператор Туида, Фанан Сан, извините. Вот, так что имейте в виду также эту возможность хорошую, как до пандемии, теперь стоп-овер за счет перевозчика тоже имеется. Маскат, Аман, сейчас много спрашивают, пока Манер не начал летать этим летом. У нас есть тоже в расписании эти рейсы. В субботу или в понедельник можно улететь в Маскат и вернуться как бы лучше всего в воскресенье. У нас есть еще стыковки с Аманер с рейсами, которые долетают из Маската до Манамы, и, соответственно, в другие дни, там, по-моему, получается, в среду есть стыковка, тоже с Кот Шером, можно долететь. Ну и хороший вопрос, да, есть ли у Фанан Сан блок мест на Галфе? Мы ведем сейчас переговоры. Пока что еще розница, вот, но, в общем, я надеюсь, что договоримся. Дело в том, что сейчас жаркий период в Бахрине, да, можно ехать с целью, например, шоппинга или с целью ознакомления там утром-вечером с какими-то достопримечательностями, с деловыми целями. Сейчас правительственные часто делегации или посольские летают. Дело в том, что недавно так же был наш министр иностранных дел с визитом в Бахрине в июне, Лавров. Ну, вот, пляжный отдых тогда только раннее утро или уже вечером. Я была неделю назад, было хорошо. А днем лучше, как бы, пережидать жару. И, соответственно, к чему я веду, блоки мест мы обсуждаем больше на осень. Да, пока что блоков еще нет. По флоту коснусь немножко именно того типа самолета, который летает к нам. Сейчас у нас стоят аэробусы 320 НИО, иногда ставят 321 НИО. Раньше он чаще летал, но сейчас период хаджа начинается. И большая вместимость нужна, конечно, на направлениях в Саудовскую Аравию. Компоновка обычно у нас 12 кресел в бизнес-классе и 138 в эконом-классе. В 320 кресло бизнес-класса откидывается под углом, а полностью плоская кровать в 321 аэробусе. Но мне повезло. В июне я попала на обратный рейс с именно плоской кроватью в бизнес-классе. Все пофотографировала, посмотрела и готова делиться. Если какой-то взыскательный клиент хочет посмотреть, как оно выглядит, то это все можно запросить у Fun&Sun. Я, соответственно, тоже предоставлю материалы. Сидение бизнес-класса у нас разрабатывал, ну вообще сидение для самолета делал Collins Aerospace, достаточно известная компания. Ну и поскольку арабский мир любит всякие, ну может быть на европейский взгляд, излишества, например, на Dreamliner и в креслах даже есть в бизнес-классе функция встроенного массажа. Что еще интересно про эконом? Например, то, что шаг кресел это более 81 сантиметра. Об этом я уже рассказала. Во флоте сейчас 33 самолета у нас. Так выглядит борт Dreamliner. Он стоит, этот самолет, тип самолета, используется на дальнемагистральных маршрутах. Бангкок, Манила, Сингапур. На Лондон тоже стоят Dreamliner. Исторические связи Бахрейна с Лондоном как бы очень сильные с Великобританией, и поэтому заполняемость хорошая. Стоят большие самолеты. А это борт 320-го НИО, 321-го НИО. Что мы предлагаем? Ну, конечно, меню для горманов. Это мы уже с вами обсудили. Постельное белье, это типа вот одеялка такого выдается, или даже как более спальный мешок, я бы его назвала. Сейчас по мерам COVID-безопасности пошли уже послабления. Пассажиры могут по желанию надевать на борту маски. И, соответственно, экипажи тоже уже не носят вот эти вот халаты, которые вы видите на фотографии. Вообще у нас ковидный рейтинг Skytrax, 5 звезд, самый высокий в плане безопасности COVID-19. И у аэропорта Манамы, и у авиакомпании Галфер. Так, в Акраине есть отели на... All-Inclusive имеется в виду, да? Вы знаете, до пандемии в любом случае под русских туристов это делали. Сейчас Софитель, вот где я лично была, да, посмотрела с инфекции, пятизвездочник, тоже All-Inclusive дает. Там, вы знаете, турецкий менеджмент. И все по высшему классу, вот как Турция тоже. Они знают наших меню с учетом предпочтений, да. Вот, туристов тоже разработано наших. И сейчас, как бы, поскольку поток туристов из России восстанавливается, другие отели также и DMC эту возможность будут включать. Потому что нашим туристам важно, чтобы трудностей не испытывать вот с этими всеми оплатами и так далее, что у нас сейчас пока не решено. Вот, ну, пока там введут карту мира и так далее, это сколько времени еще пройдет. Вот, да. Ну, туроператоры Fun and Sun, как говорится, по отелям вам больше подскажут. Обращайтесь, не стесняйтесь. Туры также выставлены на сайте Fun and Sun. Вот, а я уже с полеткой больше помогу. Посетить мне удалось, к сожалению, не все отели с инспекцией, когда я была в командировке. Ну, за короткий срок это не столь возможно. Но, в общем, подобрать всегда можно оптимальный вариант под нужды туристов. По поводу того, что еще включает сервис на борту, конечно, программы развлечений. На мой взгляд, и мы фидбэк в Head Office всегда отправляем, нуждается также меню в русификации. И сейчас пока в основном все фильмы на английском языке, а меню представлено четырьмя европейскими языками. Ну, это, как говорится, вопрос времени. Wi-Fi на борту есть, но за небольшую плату. Соответственно, про бизнес-класс я уже все вам рассказала. И шаг кресел в экономе тоже мы уже упоминали. Чем же мы отличаемся от наших конкурентов? Опять же, упомяну а-ля бутик, вот это выражение. Стараемся поддерживать именно эту концепцию. Несмотря на то, что туристов все больше и больше начинает летать, и у нас очень сильные трансферные направления, но мы стараемся все-таки, чтобы наш продукт отличался от массового продукта. И аэропорт, несмотря на свою величину, он довольно компактен и предоставляет все необходимые сервисы и новый уровень комфорта, я бы сказала. Вот. То есть не обязательно даже идти в бизнес-зал. Зоны отдыха в аэропорту достаточно хорошо обустроены тоже. Ну, а в бизнес-классе мы, конечно, делаем фокус на люкс-продукт и стараемся предоставить все возможные условия самым сыскательным пассажирам. Про детскую анимацию. Вот «Софитель» есть, там есть детский клуб и так далее. Но я вам, наверное, скажу еще, сделаю такой небольшой анонс, что представитель управления по туризму Бахрейна Марина Кузина 29 июня сделает уже отдельный вебинар с Fun&Sun именно на тему «Какие возможности, какие отличия от других стран, например, Арабских Эмиратов». И поподробнее расскажет про возможности гостиниц и также коснется и этого вопроса. В большинстве отелей, как только начинаются заезды российских туристов, они стараются предоставить также и детскую анимацию, чтобы родители немного могли иметь времени друг для друга, как говорится. Я сама мама двух детей, этот вопрос меня тоже очень интересует всегда. Да-да, наши уважаемые коллеги из Fun&Sun обязательно пришлют приглашение. Вот, так что небольшой анонс я сделала своей коллеге и будет приятно видеть всех вас там тоже. Пойдем дальше. Попытаюсь кратко рассказать про наши тарифы. Light – это самый низкий тариф. Его, как правило, нельзя сдавать, но за определенный сбор порядка 150 евро можно менять дату. Место багажа 23 килограмма. Регистрация онлайн предполагает рандомный выбор места, то есть пассажир сам его не выбирает, а система его присваивает. А если нужно выбрать определенное место в салоне, то это за сбор можно сделать. Экономический Smart – два места багажа по 23 килограмма. И Flex – тоже два места багажа по 23 килограмма. Возможность вернуть билет за определенный штраф. Но, соответственно, у Flex тарифа он будет ниже. Если, например, Economy Smart менять можно дату за 90 евро, то Economy Flex будет 70 или 75, в зависимости от направления. И в бизнес-классе у нас тоже два тарифа. Это Smart, который подешевле и меняется за сбор, и сдается за сбор определенный сервисный. А Flex полностью, как бы полный цикл, там и больше миль дается. Но они оба предполагают и приоритетную регистрацию, и приоритетную посадку на борт, и доступ в Falcon Gold Launch. Что касается норм провоза, по багажу, я думаю, вопросов нет. Ручная кладь – 9 килограмм в бизнесе и 6 килограмм в экономе. Но я вам скажу, положа руку на сердце, никто не проверяет вес, как это обычно происходит у low-cost перевозчиков. Мы – компания полного цикла, разрешается также брать с собой дополнительную вещь типа ноутбука небольшого, рюкзачка, дамскую сумочку и так далее. То есть полки достаточно просторные, самолеты новые. И нашим любителям шоппингов duty-free тоже хватает места разместить все пакеты наверху. Сама наблюдала этот процесс. В общем-то, никто не бегал по салону, не искал свободный ящик. У всех все поместилось на верхней полочке. Что касается программы для часто летающих пассажиров, как я уже сказала, что можно копить мили также совместно с Атихадом и Эр-Кеннадой. Но это сейчас, наверное, менее актуально, потому что западный мир для нас закрылся. Какие привилегии дает программа? Программа с серебряного уровня позволяет провозить еще дополнительное место багажа. Участники серебряного уровня Falcon Flyer могут провести 15 кг одно место дополнительно к норме по билету. И Gold одно место весом 23 кг, Black уже по бизнесу, как одно дополнительное место багажа 32 кг. Для золотого и уровня Black доступ также Fast Track для быстрого прохождения всех контролей имеется и доступ в бизнес-зал. Однократное комплементарное повышение класса. Для участников уровня Black Falcon Flyer тоже предусмотрено. Ну, то есть там не надо тратить деньги мили, это просто как бы раз в год может клиент с такой картой получить повышение до бизнес-класса. Про наше королевство я рассказала вам немножко, да. Вот тут еще как бы на слайде упомянут мост в Саудовскую Аравию. То есть можно совмещать поездки. Тем более, что сейчас Саудовская Аравия сняла ограничения. И в общем-то Бахрейн ждет наших туристов. И мы надеемся, что Фанэн Сан нам поможет с вашей также помощью, с вашими заявками наших россиян знакомить с этой замечательной маленькой страной, с древней историей. И вот на следующем слайде тут тоже, конечно, всей красоты не показать, да. Но тут и древний форт сохранился. Это тауэр управления Формулой-1, да, вышка, прекрасный пляж, Хавар, остров Хавар. Вот тут также и мы видим фото нырядчика, да, дайвера. Так что есть и для детей тоже возможности. Например, тот же Вахо-парк развлечений водной, да, на любой вкус найдется занятие, как говорится. Вот, я надеюсь, что вам понравился такой, как бы, поток информации, да, понравилось мое сообщение. И, в общем-то, 29-го ждем вас на продолжении именно по отелям. А сейчас, я думаю, что самые внимательные товарищи смогут выиграть небольшие сувениры. Начнем, вот сейчас покажу, у нас такое холщовая сумочка такая, мы за экологию тоже, с панорамой Бахрейна. Это маленький приятный сувенир. Сейчас внимательно слушайте вопрос, пожалуйста, что, где, когда у нас часть начинается. Подскажите мне, пожалуйста, какие в настоящий момент делают ковидные ограничения? Есть, действуют ковидные ограничения. В Бахрейне, да, Земфира, по-моему, первая ответила, если я не ошибаюсь. И для транзита, и для въезда в Бахрейн, как в конечный пункт назначения, ограничений нет. Так, сумочку получает у нас Земфира. Будьте внимательны, есть еще два приза, так что я думаю, что мы с вами еще сможем разыграть. Вот такая у нас в цветах, вот, Пирсидского залива, прибрежных, подушечка для путешествий. Сейчас задаю внимательно, слушайте вопрос следующий. Какой тип тарифа у нас не включает в себя багаж? Нет таких. Светлана получает второй сувенир. Совершенно верно. Все тарифы включают в себя багаж. Так. Ну и последний у нас сувенир. Это футболка. Ну, как универсально, с логотипом просто не очень хорошо видно, но поверьте мне на слово. Размер Excel должен всем подойти. Мода на оверсайз для девушек, а для мужчин мускулы показать. Вот. Последний вопрос. В какие дни недели Галфер летает в Россию? Так, Юлия, вижу. Не видно мне тут пока что. Кроме вторника и воскресенья. По-моему, Юлия правильно ответила, если я не упустила. Так. Организаторы мне помогут. Кроме вторника и воскресенья ежедневно. Ежедневно, да. Так что, коллеги, огромное спасибо за вашу активность. Было много вопросов. Я чувствовала такую вашу энергию тоже, да. Позитивную. Я думаю, что вот те флюиды из Бахрейна, счастье, голубого неба, море, солнышко к вам тоже перейдут. Контакты мои можно получить у Fun&Sun, если необходимость возникнет. Или Discover, как бы довольно известный генагент. Если именно по полетным делам, то обращайтесь к нам обязательно. И организаторы, соответственно, все вам сообщат, презентацию пришлют. Спасибо вам огромное за внимание. Я думаю, что на этой ноте мы можем уже закончить вебинар. И я вас приглашаю еще раз в Бахрейн. И благодарю за ваше внимание. Очень было приятно. Почти 60 человек слушали нас вживую. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok